Привет всем, от меня от Лидии. Я сегодня снимаю очередное видео в продолжении, так сказать, предыдущего. Спасибо всем, кто откликнулся на это видео. Особенно мне было приятно, были такие лестные, так сказать, отзывы, комментарии, что затронутые мной эти темы интересны, и они с удовольствием их посмотрели, эти видео. Поэтому благодарю всех за комментарии, за обклики. Ну и, коль эта тема как бы заинтересовала всех, кто смотрел ту передачу мою, то видео, то я решила продолжить эту тему, поскольку я в прошлом как-то все это бегом по Европам, так сказать, галопом проскакала, поскольку в мире действительно очень много непознанного, и поразительно действительно на каждом шагу под этой рубрикой мы снимаем эти видео. Поэтому сегодня я хочу поговорить, во-первых, о судьбе, о Роке, и продолжение еще о тех людях, обладающихся способностями. Я в прошлый раз говорила и показывала журналы, которые читаю. Это были тайны 20 века. Еще я покупаю, кстати, в моем киоске недалеко от дома, поскольку я являюсь постоянным покупателем, вот этой вот литературы, будем так говорить, то меня там прекрасно знают, и мне оставляют все, что я приобретаю обычно. Сумма эта немалая, им, конечно, очень выгодно, это не 10-15 рублей за пятницу или за шанс, а сразу несколько, так сказать, 10, около десятка журналов. Цифра где-то около 500 рублей, так что им это, конечно, выгодно поддерживать и оставлять мне необходима мне литература. Поэтому я постоянно читаю, например, ну вот, кроме того, ступени Аску. Ну а теперь, значит, Рок и судьба, как я говорю. В свое время, когда я работала, еще я уже говорила, что, поскольку расследовала массу дел, весьма таких сложных и имеющих общественный резонанс большой. Поэтому, как бы, любили телезончики снимать меня с моими, как это, чего это и куда это. Вот, специальная передача была криминальная по местному телевидению. Ну и писать тоже, как всякими разными событиями, Косевого Марта или еще чего-то там, тоже, как бы, обращались к моей скромной персоне с ответами на всяко разные вопросы. Вот в одном из таких вот интервью я прямо-таки заявила, в газете республиканской, так и стало, что я по натуре мистик. Так, будем так говорить, я верю в судьбу. И тому я вот из прочитанного много почерпнула, что, да, пути, как говорят, есть выбор всегда. Пойдешь направо, пойдешь налево, прямо, везде какие-то потери, выбираешь наиболее, или наименее это повезло. На данный момент выбор есть, но, конечно, они избежат. То есть, путей много, но все они идут к какому-то определенному концу. Но все равно, я вот в связи с этим вспоминаю высказывание Ванги. Она как-то в одном из телевизоров сказала, что к ней приехал мужчина, но она рассказала, как вы знаете, по кусочкам сахара, о том, чего, куда и как. Но о том, что она увидела его в смерти, она, естественно, не сказала. Ну, как-то вот все эти люди со всерспособностью, они о смерти не говорят. Как-то это неэтично, и непринято, и нехорошо. Дабы человека не программировать на эту самую смерть. Так вот, она увидела, что смерть его наступит от наезда какой-то машины, самосвалов. Но, увидев это, она подумала, что вдруг получится изменить его судьбу. И она назначила ему время раньше, чем вот этот наезд должен был бы состояться. Что вы думаете? И раньше тоже. Даже не в тот момент, не в том времени, не в том месте, но все равно наезд состоялся, он к ней, конечно, на прием не попал. И вот, например, я читала такую историю, что одному человеку сказали, смерть от лошади. Ну, вы вспоминяете песню «Вещем Олеге», конечно, да, и принял он смерть от коня своего в той или иной мере. Так вот, и здесь то же самое. Уже берег с этого, он берег несчастники. Уже он к лошади близко не подходил. И не ездил, и никуда, и никак. Ну, было это где-то средняя века. Вот прожил он уже, так сказать, лет поди сорок, или чуть больше. И вдруг стоит он на остановке, ждет какой-то транспорт. Тут ветер поднялся, очень сильный. И на тебе рядом стоит стойка. Эта стойка упала на него, и нас противопределила. Что вы думаете, было на этой стойке, это, кстати, какая табличка? Лошадь, изображение лошади. Вот так, так или иначе, все равно лошади погиб. Вот таких вот случаев великое множество. Вот, кстати, вот эти люди со всеспособностями, они зачастую знают время своей смерти, но они ее не боятся. Ну, это неизбежно. Рано или поздно мы все... Я даже читала, что, по-моему, на левом запястье, вот здесь вот, выгравили нам, будем так говорить, значится время вашей смерти. И как бы там ни было, какие бы испытания в жизни подвернулись, вы умрете именно тогда, и именно так, как вам это на роду, будем так говорить, написано. Ну, пословица не зря же, так сказать, что не зарекайся от суммы, от тюрьмы и прочие дела, что от этого найдет она тебя всегда, эта самая смерть. Но не будем о грустном все равно. Я, кстати, вспоминяю только вот одну предсказательницу Американскую Джейн Джонс, что-то вот такое вот. Она предупреждала и Кеннеди, писала, предупреждала о смерти Эндиру Ганди, но не прислушались. Увы, не прислушались к ее предупреждениям, и случилось то, что случилось. Так вот, она единственная, когда ее к себе пригласил Эзи Хауэр, то... Вернее, нет, ВРУ, Розовик. Так вот, когда Розовик ее, значит, пригласил вот в 15-м году и стал беседовать с ней, он попросил ее сказать прямо, сколько мне осталось. Ну, вы знаете, что он был парализованный несколько, с трудом передвигался, так далее. Но она посмотрела и сказала, зажалею, но не больше полугода. Ну, так оно и случилось. Ну, это вот, как бы, единственный случай, когда она сказала практически точную дату смерти. Ну, теперь хочу еще, например, поговорить о том, о чем упоминал уже в прошлом видео, это о душе. Как говорится, в каждом живом существе, это, кстати, искра Божья. А что это такое искра Божья? То есть то, что нас вдушевляет, то, что нас делает людьми, и что-то еще большее такое. И я вот читала, один из ученых вычислил, будем так говорить, математика правит, кстати, всем миром, ее законы все приемлющие, действуют везде и всюду, во всех вселенных. Так вот, он вычислил математическим путем, что вот та ополуторенная яйцеклетка, человеческая, да, она для того, чтобы она стала функционировать, и вырасти в то, от чего нужно вырасти, то есть человеческое существо, вот той информации, которая содержится от этого генома, которая содержится вот в этой ополуторенной яйцеклетке, мосьпусенькой, недостаточно. Нужно еще как минимум 10 там, в минус какой-то тысячных-тысячных еще, вот представьте себе, сколько информации еще требуется, для того, чтобы выросло то, что выросло. Невероятно. Так откуда же она берется-то? Видимо, она берется только извне, то есть одушевляется, вкладывается что-то еще, какое-то программное обеспечение, с тем, чтобы вот так вот выросло именно то, что ужасно, интересное, просто чудо какое-то, когда развивается из этой клетки, вот постепенно, постепенно, вот столь удачное, придуманное высшими силами существует человек. Вот, и не даром же народе говорят, что от осинки не родится апельсинки и так далее и тому подобное. То есть какая программа заложена, то и будет. И вот это вот многообразие природы, сколько вот животных, растений, вот весь этот мир, вот создан, значит, каким-то вот программным таким вводом программы определенные, что вот такое вот многообразие, и такая красота, и вот такой мир. И вот взаимодействие, так сказать, вот каждой клеточки тела, это просто невероятно, то есть большое в малом и малое в большом, то есть все дублируется, абсолютно дублируется, вот в этой, в маленькой клеточке, все о всем знают. Вот каждая клеточка нашего тела, буквально каждая, а их миллиарды и миллиарды, они знают, что они делают, каждую секунду, программа заложена, знают, точно взаимодействуют, точно со всеми, знают, что во всем организме делается, ну и руководит, как бы говорится, мозг головной. Ну и не все ученые в этом согласны, считают, что в этом участвуют и иные какие-то органы, сердце, например, где душа у человека, ну, как бы считалось, что, наверное, сердце. Именно здесь все эмоции, то есть радость, любовь, страх и так далее. Некоторые считают, что аналог какой-то у нас в брюшной полости кишечник, то есть он как-то вот устроен, я на скрытиях-то бывала сотни раз, он так устроен, знаете ли, как, правда, изверен от этого головного мозга, то есть дубль два головного мозга, и оттуда какие-то сигналы исходят, то есть, и когда нам плохо, отрадостно, как говорят, что бабочки трепещут, такое вот ощущение, а когда страх, это тоже вот в районе солнечного сплетения и в брюшной полости, тоже вот такие неприятные ощущения, вот все эти эмоции и там еще отражаются. Так что здесь трудно сказать, король ли у нас головного мозга, конечно, он главнокомандующий, как бы, как бы, но опять же, что это такое, потому что вот существует мнение, что это как бы передатчик, всего лишь передатчик. Что в него, извиняюсь, так сказать, сложено, ну, по примеру, так сказать, телевизора. Сам-то он ничего не соображает и ничего не может. Он просто передатчик, то есть он принимает волны соответствующие радио и прочие волны и преобразовывает их, вот и все. Не так ли действует и наш головной мозг? То есть принимает соответствующие волны, преображает их, и вот мы видим то, что видим, знаем то, что мы будто бы знаем, потому что глаза наши не видят то, что вот мы вот сейчас, и уши наши не слышат, и мы не ощущаем там ничего, потому что все это головной мозг. Глаза только принимают отражение света, отражается свет от чего-то, все это подрубочкам соответствующим передается в зрительный участок головного мозга, и там складывается от этого отражение картинка. О, как интересно это, да? Или то же самое слуховой участок мозга, и там это все преображается. А так ли оно преображается, как есть на самом деле? Эту же картинку создает головной мозг, и только вот такое сомнение возникает. Может быть, в реальной смысле не такова, какой у нас головной мозг нам представляет. Всяко может быть, и это тоже. Поэтому, конечно, головной мозг – это загадка из загадок. Хотя у нас и институт мозга в Питере был создан, и Бехтерев еще был начальником, директором, академик, и дочь его Наталья Бехтерева тоже самое. Но это остается самым загадочным органом, будем так говорить, в нашем теле. Хотя, конечно, в последние годы наука далеко шагнула, и геном в основном расшифрован, и участки головного мозга путем эцифалограммы, там, томографии, как бы обозначены. Вот здесь это, здесь то, здесь такое участок, каждое жертвое, здесь это. То есть каждый участок мозга отвечает за какие-то свои действия. А в целом вот картинка. Ну, естественно, меня тоже это поражает, близки уже, мы сказали, квантовых компьютеров, это сверх-сверх-сверх мощные будут, которые там биллионы-биллионы в секунду перерабатывают информации. Но тем не менее, тем не менее, и мы еще далеко и далеко до нашего головного мозга. Именно головной мозг, вот так вот, сколько бит информации, ну, да представьте себе, отразился свет через глаза, значит, на сетчатку попал, головной мозг попал, это надо обработать, картинку создать, опознать, то есть нам кажется, что, ну, так она, наверное, есть, нам кажется, что мы увидели, в одну секунду, мы увидели сразу, и все. А это же надо, мозгу создать, вот эти все картинки. Опознать, он сразу же и опознает, знакомо, не знакомо, так, не так, что мне это грозит, что я вижу, какие эмоции это у меня вызывает, страшно мне, приятно мне, радостно мне, ну, вот, от этого зависит и мое состояние. Поэтому, как бы там ни было, как бы там ни было, конечно, это суперкомпьютер, просто, нафросто, замечательный такой орган, благодаря чему мы вот видим, слышим, живем, дышим и так далее, и тому подобное. То есть, возможности его просто-таки неисчерпаемы. Поэтому, какие бы программы ни вкладывали в компьютеры, так сказать, да, было дело, что даже шахматный батли там у гроссмейстера одну выиграл, да, а вот, например, шашки группы, никак, никак, а потому что там миллионы, миллионы вот этих ходов, которые компьютер не в состоянии прочитать, чтобы все это, все это выбрать какой-то такой вот прямо ход. Ну и, пожалуй, на сегодня все. До свидания. Всего доброго.